Я хочу представить гостю, которая находится сегодня в нашей студии. Знакомьтесь, Гульнара Архимеджановна Юнусова, логопед областной детской больницы. Гульнара, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Хорошее, спасибо. На этой неделе, не скажу, что мир медицины, в общем-то, да, весь мир отмечает международный день заикающихся людей. Проблема глобальная, проблема социальная, а говорить о ней нужно. И все-таки заикание – это болезнь или это симптом какого-то состояния? Ну, как отмечают ученые, заикание относится к болезни, это болезнь. То есть это самостоятельное заболевание. Когда оно может случиться? С кем оно может произойти? Есть ли какие-то возрастные ограничения, рамки, вот сейчас еще нет, а завтра – да, и от чего это зависит? Ну, сказать точно, что заикание может возникнуть в определенном возрасте, конечно, сложно. Почему? Потому что заикание носит разную основу. Есть у нас неврозоподобное заикание и невротическое заикание. И, как я сказала, неврозоподобное – это имеет органическую основу заикания, а невротического характера заикание носит психогенную основу. Поэтому, да, но в основном считается, что заикание возникает в возрасте от 2 до 6 лет. А почему? Почему такой возраст и вот такая болезнь? В тот период, когда формируется речь у ребенка, фразовая речь, возможно, что происходит шибко процессов коре головного мозга, то есть чаще всего процесс возбуждения доминирует. Идет несогласованность межполушарная. И здесь нет согласованности между речевым актом и процессом мышления. То есть это то, что диктует мозг и то, что нужно сделать ребенку, вот здесь как раз несогласование. А насчет наследственности, она имеет место быть вообще в плане заикания? Ну, как принято говорить, что наследственность в части заикания отсутствует. Есть генетический такой код, который несет это заикание. То есть генетическую предрасположенность и есть какой-то фактор, который вызывает заикание. Хорошо. Если один из родителей заикается, оба родителя заикаются, прогнозы для ребенка, будущего ребенка? В работе Миссуловина отмечено, что, предположим, когда они проводили исследование, взяли 100 детей заикающихся, обследовали родителей, только 23 родителя страдали заиканием. Ну, хорошо. Вот этот золотой возраст, 2 до 6, когда ребенок открыт всему миру, он пытается все научиться, он пытается все запомнить, все повторить, самое главное. Какая в этом случае самая частая, самая распространенная и самая страшная ошибка родителей? Когда родители начинают требовать правильной речи от ребенка. Сразу? Вот только начал говорить? Сразу идеальная, правильная речь. У ребенка только формируется речь, и родитель начинает поправлять, некорректно делать замечания ребенку. Это бывают различные такие вот невротические какие-то реакции ребенка на определенные ситуации в домашних условиях. Предположим, это скандалы. Кроме того, что требования к речи еще плюсы, это тоже может вызывать. Это какие-то завышенные требования к поведению ребенка. А вообще может так, может время сыграть какую-то злую шутку? Вот предположим, родителям только еще показалось, только еще померяешься, что ребенок как-то нескладно говорит, что-то повторяет, что-то затягивает. А вот нужно ли в этом случае выждать какое-то время? Или лучше сразу, незамедлительно обращаться к врачу, сказать причину, или просто успокоиться, показать ребенку врачу? Конечно, если родитель заметил, что что-то не так с речью ребенка, лучше всего обратиться к специалисту-логопеду. Если при поликлинике нет такого специалиста-логопеда, значит, нужно обратиться к неврологу. Я вот хочу что сразу отметить. Ведь заикание – это не просто, когда ребенок повторяет несколько раз один и тот же сок и не может его как бы преодолеть. Но заикание – это еще и другие формы, о которых мало кто знает. То есть думают, что если ребенок долго молчит и не может просто сказать, это тоже форма заикания. Да, правильно, Татьяна. Значит, существует два типа судорог – клонический и тонический. Вы отметили сейчас клонические судороги. То есть повторные. Да, есть то, что, как говорят в народе, затягивает ребенок или не может произнести определенный звук длительное время. Это при тонических судорогах. На вашем опыте работы, на колоссальном опыте прохождения огромного количества детей, заикающихся, какой возраст самый трудный в преодолении вот этой проблемы в восстановлении нормальной речи и почему? Хочу сказать и из опыта работы, и основываясь на источнике, что самый сложный период для заикающегося – это подростковый период. Тогда, когда состояние этого ребенка, заикающегося, усугубляется, гормональная перестройка организма, какими-то другими внешними недостатками и так далее. И если маленький ребенок еще как бы не осознает эту проблему, то ребенок постарше уже начинает критично относиться к своей речи. Во взрослом периоде уже, ну, как считается, что взрослый человек уже адаптируется к этому состоянию, и у него меньше проявляется заикание. То есть он даже меньше комплексует, он более спокоен, и вот от этого у него меньше проявляется заикание. Так получается? Ну да. Спокойствие человека. Хорошо. А если родители по какой-то причине затянули, ребенок примерно в 2-3 года начал заикаться, и вот так вот и вырос лет до 12 заикающимся, каковы шансы вообще на восстановление нормальной речи? Если это затяжное заикание, уже со стажем, скажем так. Опять, это зависит от формы заикания. То есть невротическая форма заикания, она легче поддается коррекции, так как присутствует критика состояния речи. Неврозоподобное органическое заикание, оно несколько сложнее поддается коррекции. Вот. Зависит от самого пациента, зависит от того, как включены в работу родители. Если родители не принимают участие в работе коррекционной, то работа сводится практически на нет. Работа логопеда. Поэтому мы всегда просим включаться в работу родителей тоже. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот социальная среда, в которую попадает ребенок, выходя из кабинета логопеда, проделана была колоссальная работа. Вы видите, как врач, что есть улучшение, что сделали большой шаг вперед. Ребенок попадает в среду, которая не принимает его, с его заиканием. Вот это способно свести на нет ваши труды? Конечно. Опять же хочу отметить, что при невротической форме заикания, отношение окружения к этому ребенку играет большую роль. Или же при неврозоподобном заикании бывают невротические наслоения, ребенок переживает уже свой дефект. И опять же неправильная среда, неправильное окружение влияет на состояние речи ребенка. И работа логопеда не заключается в том, чтобы улучшить состояние речи ребенка в пределах кабинета. Наша задача – улучшить состояние за пределами кабинета. Как это возможно? Как вы это делаете? Вообще мы проводим психологические беседы, с одной стороны. С другой стороны, работа логопеда не заканчивается, как я сказала, в стенах кабинета. Логопед должен вывести ребенка, вывести на улицу. Предположим, в тот же магазин, сопровождать его, попросить ребенка использовать уже полученные навыки в пределах кабинета, вне этого кабинета. Также просим родителей тоже включиться в эту работу. Родители должны побеседовать с учителями, с воспитателями школы или детского сада, чтобы те, в свою очередь, провели беседу с коллективом. Класс или группы в отсутствии ребенка, конечно, заикающего. То есть должны помогать все вместе. Конечно, да. А вообще за последнее время была бы придумана какая-то новая методика, я имею в виду терапии? Потому что, ну вот, или вот та старая советская школа, вот она вот самая идеальная, самая лучшая. Ну я сторонник старой советской школы. В любом случае, сейчас методик очень много различных. Вот, ну я, я не знаю, может быть, я консерватор, но мне больше нравятся методики наших советских педагогов, учителей. Есть ли у родителей возможность в домашних условиях, дома, самим справиться с этой проблемой? Родители часто пытаются сами справиться с этой проблемой, но помощь родителей недостаточно. Обязательно нужно обратиться к логопеду. Если нужно будет, значит, логопед еще включает работу психолога. Обязательно нужна помощь невропатолога. Вкупе. Обязательно, да. То есть комплексная помощь должна оказываться. А вообще, вот опять-таки, может быть, обращаясь к источникам или к вашему опыту работы, чаще все-таки страдают мальчики или девочки? На чью долю приходится вот больше, больше процент заикающихся детей? Исходя из своего опыта, я не могу сказать, что больше мальчиков или девочек заикаются. Мне кажется, вот в равной мере. Но основываясь на источнике, в источниках отмечено, что мальчики в большей части заикаются. Так как у девочек левое полушарие более развито. Что может, что должно произойти для того, чтобы у ребенка, то есть в отношении которого вы добились хороших результатов, и речь такая прям хорошая, связанная, все прекрасно, у него вдруг опять началось заикание. Возможно, даже сильнее, чем было до того, как обратились к логопеду за помощью. Вот что должно произойти? Что провоцирует ту самую ситуацию, когда все возвращается вспять? Ну, как мы уже говорили, это неправильное речевое окружение может дать, это неправильные подходы к этому заикающемуся ребенку может спровоцировать. Это может быть любая болезнь спровоцировать заикание. Какая-то одномоментная психотравматизация тоже может дать заикание. Переживание ребенка, хронический стресс и так далее. Очень много факторов, которые могут дать рецидив заиканию. На чем заканчивается работа логопеда? Вот в какой-то определенный момент вы видите, что ваша работа принесла свои результаты, ребенок достиг уровня, и, возможно, вы как профессионал уже видите, что это предел того возможного, что вы смогли сделать командой. На этом все, походы к логопеду должны быть прекращены, или несколько раз в год нужно навещать специалистов для того, чтобы наблюдаться, для того, чтобы наблюдать, опять-таки, нет ли не прогресса, а наоборот регресса. Вот как должно дальше наблюдение этого ребенка происходить? Вообще, конечно, лучше ребенка отпускать от себя постепенно. То есть после того, как мы добились уже положительного результата, ребенок необходимо, чтобы он посещал хотя бы раз в неделю в течение месяца логопеда. Для профилактики, да? Да, для профилактики, конечно, и для наблюдения, для динамического наблюдения за этим ребенком. И таким образом постепенно логопед отпускает ребенка от себя. В дальнейшем раз в месяц, раз в год и так далее. И потом в свободное плавание. Хорошо. Гульнар, у вас есть уникальная возможность обратиться ко всем, начиная от родителей, заканчивая, в общем-то, каждым представителем социальной среды, в которой мы каждый день с утра и до вечера. Что бы вы хотели сказать как логопед тем, кто не заикается, но имеет в окружении заикающихся людей? Я хотела бы пожелать, наверное, этим людям терпения по отношению к этим заикающимся людям. Почему? Потому что заикание – это такой недуг, от которого никто не застрахован. Мы не знаем, когда и у кого может возникнуть это состояние. Потому что очень много факторов, которые вызывают заикание. Мы не знаем, есть ли у нас этот ген, который несет это заикание. Со стороны родителей, где учатся дети в классах, если есть заикающиеся дети, тоже провести беседу, чтобы адекватно относились к этому ребенку. Я объясняю так обычно родителям, что это такой же человек, такой же ребенок, который имеет такие же права. Давайте будем просто с ним дружить, общаться, и не будем просто обращать внимание на его недуг. Почему? Потому что часто бывает так, что человек начинает комплексовать из-за своего недуга, и он не может себя реализовать в полной мере. Может, у него есть определенные способности. Ведь я сколько замечаю, и среди своего окружения у меня была подруга заиканием. Насколько я помню, мы с ней выросли в одном дворе, мы с ней учились в одном классе. Насколько я помню, никто никогда не обращал внимания на ее речь. И человек в жизни своей достиг всего, чего она хотела. То есть вот с нашей стороны была, наверное, такая помощь. Таким вот образом. Ну вот не лишний будет напомнить о том, что заикающиеся люди, то есть они, грубо говоря, в полшаге от суицида. И такое наблюдается? Да. На сегодняшний день, предположим, часто обращаются дети с отказом от речи. То есть полный отказ от речи. Отказ. Нет. Бывают избирательные. Ну, в науке называются избирательным мутизм и тотальным мутизм. Отказ от речи. Что относится к логоневрозам? Вот часто специалисты путают эти названия логоневроз и заикание. Логоневроз включает в себя несколько понятий. Это отказ от речи, мутизм, страх речи, логофобия, собственно, заикание невротическое и истерическая фония. То есть потеря голоса, да? Или человек говорит шепотом. Специалистам стоит обратить внимание на этого ребенка, если ребенок отказывается от речи. То есть я, насколько понимаю, человек в этот момент уходит в себя. Будь то маленький ребенок, будь то взрослый человек. И в этом случае, конечно, должны в работу включаться психологи. Уход в себя, как правило, я считаю, что этот человек уже претендент на будущее, может быть, я не скажу, что на 100%, но может быть, претендент на суицид. Ну, это, конечно, печальная нотка. Все-таки хотелось бы, чтобы вот сейчас тот, кому нужно что-то было услышать из нашей беседы, обязательно услышал и принял этого внимания. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю встречу. Желаю здоровья всем вашим пациентам. Чистой, полноценной речи и песни. Здоровья вам. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы обращаете внимание на эти проблемы. Спасибо.